Тем, что вам давно от природы, вашим разумом, процесс социальной гигиены пошел и будет идти активно. Любил я женщин разных, красивых и заразных, но любви не отыскал, алкоголиком я стал. Мама, наливай, а я уже не мальчик, а у меня в штанах перчик, а не пальчик, перчик, а не пальчик. Ваше здоровье. Время будет. Были у меня женщины, были у меня бабы, я хотел быть сильным, оказался слабым. Мама, наливай, я уже не мальчик, а у меня в штанах перчик, а не пальчик, перчик, а не пальчик. Мама, наливай, а я уже не мальчик, а у меня в штанах перчик, а не пальчик. Перчик, а не пальчик, нету счастья на земле, и любви ведь тоже нет. Мама, наливай, а я уже не мальчик, а у меня в штанах перчик, а не пальчик, ой, перчик, а не пальчик. И рабы делают гробы. Не нужны мы этой мировому закулисью, но просто надо знать, что есть 50-100 летний план, и придет черед всем. Никогда не думал, что буду заканчивать, как говорится, свою деятельность и жизнь при таком положении крестьянина российского. Кормильца России. Никогда не думал. Знаете, в советское время я был молодым, радикальным, резко выступал, не то что сейчас, а резко выступал против недостатков. Но я никогда не думал, что та мелочь была, которую можно было преодолевать, можно было доказать и так далее. Сегодня любой разговор о гибели крестьянина, нашего родственника, тех, кто живет в городах, корнями мы все равно все оттуда. Я не думал, что это будет крик вопиющего в пустыне. Кричи, кричи, говори аргументированно, цифрами, и никто не хочет слышать. Те злодеи, которые затеяли эту политику, они делают, умерщвляют народ. А где же свободная независимая пресса, о которой так много говорили? Где та неподкупная пресса, которая бы взяла, взорвалась в связку гранат на грудь и рванула чеку? Ну где же те смельчаки русские, матросовые? Где те, кто возьмет, и то, что вот мы говорим, а вы возьмите, покажите народу, сами чеку не рвите. Вы нашу аргументацию хотя бы покажите в думе. Вы хоть раз показали мои выступления, вот возмущение или его никогда не покажете. А что же это за вонючая демократия такая? Но ведь какие еще цифры и аргументы? 38 миллионов пашни заброшено. 17 тысяч населенных пунктов от переписи к переписи исчезли. Там жили люди, у них крыша была над головой. У них родители были больные, детей они когда-то рожали, они вымерли. Нету. Посмотрите, что с высококалорийными, высокопродуктами, белковыми продуктами стало. Мясом, молоком. На Кубани было 600 тысяч наидойное стадо. Осталось 150. В моей станице, родной, 150 тысяч. Родной станице было 6 молочно-товарных ферм, 3 свиноводческих, овцеводческая ферма и крупный птицегородок. Это крупное птицеводческое хозяйство. 10 тысяч гектар пашни. Ноль сегодня. Ничего нет. Рядом поселок украинский птицефабрика. 4 тысячи тонн бролевого мяса давала. Ноль вывезли в Новороссийский металлом. Русские везли. Безжалостно, беспощадно. Никого не возмутило, что мы делаем. Для чего мы, русские, это все делаем? Продолжали делать. На миллион. Каждый год нас меньше. Вымираем. Опять молчим. Те злодеи, которые затеяли эту политику, они и здесь лыбятся, сидят. И в доме лыбятся. Они там у нас с командирами ходят. Ведь вы не найдете нас, русских, в правительствах, от Ельцина до Путина. Вы не найдете русских в финансовых структурах. Вы не найдете русских владельцев промыслов. Вы не найдете русских среди владельцев телевидения, газет. Это что, нормально? Если бы мы в Израиле вот так захватили все, интересно, что евреи сказали бы нам? И правильно бы сказали. Или в Англии вот так мы русские взяли и захватили все. Что бы англичане сказали? Где была бы у них великая демократия? А в России это нормально. И судим, рядим. Ведь механизм уничтожения жизни сельского хозяйства, агропромышленного сектора экономики и самой жизни – это политика ценно-анаргоносителей. Много злодейства сделано. Приватизации можно говорить-говорить. Но погибает сегодня все производство, основа жизни. Почему? Цены на анаргоносители выводят на мировой уровень. Бредовая идея, бред сивой кобылы. Я сегодня задавал вопрос. Мы тратим 418 кВт-часов энергии на отопление, кондиционирование квадратного метра жилой площади. США 55. Как при одинаковых ценах на анаргоносители? В 7,3 раза больше. Они замерзают расплатиться, не могут за жилье, а их требуют, и в Калининграде боевиков посылают, и 10% боевикам оплачивают за то, что нищего человека забирают плату за отопление. Геноцид открытый и откровенный, который ведут политики России. Открытый и откровенный, я обвиняю в этом. Все политическое руководство, потому что моя нация гибнет. И когда придет расплата, хочу сказать, не все успеют сбежать из Израиля в Америку. Не успеют. И опять нас русских обвинят, что мы всякие такие. Вот с пониманием, вот даже того, что я рассказал, как все это становится очевидным. Боливар двоих не выдержит. Слышали такое? Что это значит? А вот что. Было время, когда человеку позволено было немножко быть животным, а не множество человеком. Но тогда нас было мало. Не забывайте, что к концу 19-го столетия нас еще не было миллиарда. А сейчас нас 6 миллиардов. Мы представляем собой угрозу биосфере. Боливару. Видов животных на земле хватает. А мы еще их уничтожали. В природе, Всевышнему, еще один вид животных в образе человека не нужен. Пошел процесс социальной гигиены, социальной чистки. Не надо метать икру, не надо плакаться. Да, полтора миллиона в год от пьянства умирают, не достигнув пенсионного возраста. Да, 50 тысяч гибнут в автокатастрофах в пьяном виде. Да, большинство аварий совершается, потому что люди садятся за штурвал самолета, теплохода, автомобиля, тепловоза в пьяном состоянии. Так вам, козлам, и надо. Да, дается вам 24 часа в сутки. Пейте, залейтесь этим дерьмом. Сколько хотите, раз не хотите, поискаться тем, что вам давно от природы. Вашим разумом процесс социальной гигиены пошел и будет идти активно. Спит, это тоже социальная гигиена. Не хотите, никто сейчас никого уговаривать не будет. Лекции вам по нравственности читать не будет. Хотите быть животными, туда. Хотите быть людьми, вставайте. Люди русские, вставайте на бой с нечестью, со всякой. И внутренней тоже. Нет другого выхода сейчас. Такова обстановка с животным типом пси. Так вам, козламы. Вот вам и вся сказка про белого бычка. Все на этом вводной лекции заканчивается. Спасибо за внимание. До встречи на следующей лекции. Спасибо. 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 Спасибо.